Вот правда о новейшей истории России. Путин стал президентом благодаря Березовскому. Это правда. Потом он с ним расправился и насадил своих олигархов, чекистских олигархов. Вот возникла такая путинская олигархия, Тимченко, Ковальчуки, Ротенберги и так далее и тому подобное. Надо было кормушки своих именно из кооператива «Озер» присобачить, он их присобачил. Вот понимаете, Россия очень редко везет. У нас все время то понос, то золотуха. И вдруг в нулевые нам сильно повезло. Смотрите, мы оправились от банкротства Советского Союза. У нас построена была рыночная экономика. Выросли резко цены на нефть. Никто с Россией не воевал. Никаких особых угроз, таких серьезных у страны не было. Можно было сделать современную медицину, современное образование, современную пенсионную систему. Можно было приблизиться по уровню жизни и социальным стандартам к европейским. Все это можно было сделать. Сделал это Путин? Ничего не сделал вообще. Что он сделал? Он обил себе карманы и своим дружкам. Это катастрофа. Это привело и к вымиранию России. И, к сожалению, отуплению России. И, к сожалению, к отсутствию будущего у наших пенсионеров. Будущих. Не жалко Путина. Он будет проклят. Так же, как был проклят Мубарак, так же, как был проклят Каддафи и Банали. Он будет проклят. Он плохо кончит. Путин просто бенефициар вот этого самого роста цен на нефть. На самом деле, за годы его правления структура российской экономики только ухудшилась. Россия абсолютно сырьевая страна. Она абсолютно зависит от продажи нефти и газа. IT-технологии, инновации, модернизации. Ничего этого не произошло. Он полностью уничтожил государственные институты нашей страны. У нас нет независимого суда. У нас нет независимого правосудия. У нас нет дееспособной армии. У нас нет дееспособных спецслужб. От терроризма русские люди абсолютно не защищены. Этот человек пользуется благоприятной экономической конъюнктурой. Большим потоком нефтедолларов, которые поступают в Россию. Субтитры создавал DimaTorzok